так вроде вот у меня владимир пришел тоже владимир ага вот он смотрите мимо где он видно да а вам вам нас видно нет видно да ну так же не говорит я еще хотел вас спросить вот как вы познакомились с нами как вы вышли на наш сайт по порядку все самого начала начните у нас выставляется в интернет вы не против не против хорошо говорите пожалуйста сам ничего не пропустите что можно говорить только тайны никакой не надо просто говорите открыто что вам не повредит маленько отшатнитесь чтобы голова вошла вот то вот так говорите если вспомню вот приболел я немножко вот и что начал по интернету рыться что-то искать молитвы там про христианство что-то вот ну копаться копаться в интернете на ютюбе вышел на ваш сайт случайно вроде бы вот ну и зашел на сайт просмотрел несколько видео мне понравилось потом зашел на форум не несколько там вопросов задавал вам вот и походу ознакомливался с книгами интернет версиями которые сказать на форуме размещены вот смотрел стихи читал вдохновлялся вот ну и так потихоньку 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 начал влюблять ну собственно говоря почувствовал что-то хорошее доброе светлое вот но и как бы и и таким вот образом я зацепился как как говорится у меня два раза всего в жизни вот такой вот бывал зацепка за луч света я так называю это то то есть луч света в тем в темном царстве но не как бы не то чтобы там это выхвалились а то чтобы как бы это ну а что не похвалить как бы так оно и есть то есть один луч света у меня был давным-давно в 2005 году когда я у меня есть режиссер один денис овсянников мы с ним это самое кино режиссер маленький такой небольшой документалист и свое время я как бы стал вегетарианцем отошел от мясного образа жизни когда на вегетарианский образ жизни перешел тоже лучик света он и так намекнул и такая любовь как бы божья вошла но как бы в сердце входит вот я как бы зацепился стал и как бы изменился это крутой поворот в жизни и потом уже как бы начался духовный рост так и здесь с вами тоже произошло гнат тихонович я долго ждал как будто бы этого вот этой встречи я не знал же что я именно но мне вы понравились как вы ну как бы ну да я не тот человек который разбирает человека по запчастям но я сразу я именно у меня пароль такой есть пароль любовь вот и через этот пароль любовь но как бы христианский бог любовь христос любовь как бы и я именно и пароль еще искренность именно чтобы искренне то есть как есть так и есть искренне найти путь спасения зацепившись за что-то чтобы спасти зная как бы себя знаю что меня что окружает внешний враждебный мир что далеко не хорошие что что чтобы спасти спастись то есть первое единственное как бы как сказать в моем состоянии да и у любого человека что меня всегда это ну как бы загорается внутри желание жить желание жить загорается именно того когда ты следуешь к спасению вот и я зацепился мне стало нравится я начал влюбляться мне захотелось измениться мне захотелось как бы найти возможность пути решения скажем так чтобы вот где 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 я вот как тот вот человек который вот ищет тебя отовсюду отклоняют и здесь не то и здесь не то в церковь иди всех слушаешь нигде ничего вроде не получается так чтобы искренне прямо чтобы перемены были не то чтобы там прочитал молитву и ничего и вроде бы пять минут покоя потом опять все заново вот а с вами я зацепился начал ежедневно смотреть ваши видеоролики ежедневно мне все нравится как вы работаете как вы все снимаете как говорите все онлайн вот это вот как бы вкус то есть у человека вот у меня лично сразу просыпается вкус к борьбе вкус к жизни сразу хочется работать хочется над собой работать хочется бороться я также параллельно смотрю ролики сергея козлова парализованного пенописца вот и мне тоже как бы отчасти я сам инвалид и как бы я думаю я в тяжелейшем состоянии тоже нахожусь мне там и порой говорить тяжело есть там и вот и также я так параллельно думаю там а как сережа там вот он там лежит парализованный ничего там не мог но с другой стороны я за него радуюсь потому что он понял и нашел христа поэтому я за него я ему не то что сожалею сочувствую у меня этого как бы даже не особо сейчас возникает я просто его понял то что он рассказал тоже вот какие-то такие вещи вот и ну все я в общем то влюбился просто влюбился ну как говорится но влюбился вот и начал как бы потихоньку потихоньку думать что такое хорошее сделать бы для сайта вот у меня такое вот ну ручки слова муж стихотворение а потом думаю ну дай-ка почитаю может быть песню напишу попробую вот ну и так посмотрел там виктор савченко поет потом но я так еще не вернее я не смотрел не знал что виктор поет я потом узнал что он там песни свои пишет поет христианский там гимн россии я послушал вот ну и потихоньку потихоньку началась над начала складываться песня буквально за два дня за два дня он сочинился гимн набросок я вам там писал отправлял вроде там как-то гимн слова ну так посмотрели быстро вроде бы ну слова слова ладно но музыка уже была то есть я вместе с музыкой сразу написал это потом я начал немножко редактировать слова гимна ну и в течение где-то месяцев трех-четырех вот писалась музыка я отправил аранжировщику с украины юрий юрий шевченко иванович юрий шевченко аранжировщик он написал музыку ну то есть аранжировку оркестровку то что мы слышим в записи вот а с другим человеком я нашел голос голос как бы консерваторский но он пожелал остаться в неизвестности вот я не знаю ни имени ни фамилии потому что многие на самом деле вот то что как бы люди боятся 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 когда сталкиваются не самой православной церковью а ну как бы вроде бы община там то есть но это их не дело это не это не мое дело в общем ну и желают остаться в тени избежать какой-то огласки еще чего то я как бы не ну как бы я не боюсь избегать никакой огласки мне собственно говоря ну ну как сказать не то что не авторитет там допустим какое-то общественное мнение но я не смотрю на общественное мнение я смотрю через любовь и гнать тихо честное слово то есть я посмотрю если вы прошли такой тяжелый путь я все я вас понял осознал как бы там пять тюрем вот это все я просмотрел прочувствовал как вы говорили об этом вот все больница вот этого 26 лет потом как вы распространяли знания я на златоуст архипелаг гулаг пленках прочитал книги у вас и все я понял для меня все осталось понятно что вы христовый человек и что вас можно слушать вот и поэтому я особо и у меня сомнений ты сразу ну как бы сомнений все как разлетелись нету и сочинился гимн то есть вот песня она начала писаться когда сомнения все ушли и я понял какой вы человек у меня пошли слова вот они пошли 1 1 строчка все все и поэтому где твердость руки я понял вашу твердую веру в то что вы несете христианскую ну христа знание самого христа через вас христос вот все вот это вот и сомнения нет христовых пресветлых стопах на пути и все и по и пошли слова как в молитве очень наш земных и небесных как и на небе так и на земле земных и небесных мира но она потом сама сложилась знаете как будто бы я только записывал можно сказать я там это ну как бы через любовь она и сочинилась как-то вот так вот строчки за строчкой строчка за строчкой вот ну и прослушивала понимаете то есть вы рассказывали о проблемах церкви о проблемах общества о мировых проблемах а то и поэтому я я такой думаю дай-ка напишу там слова где паре в грехах забыв божий страх потому что сам я на самом деле никогда не испытывал божьего страха вот никогда вот это меня изгубило может быть это мой промах я вот хочу а ну пока еще не получается но в общем забыв божий страх правители нынче в слезах ну конечно правители в слезах я подумал а почему бы правителям быть не в слезах если сегодня происходит столько ерунды в мире столько гибнет людей душ просто вот мы живем в городе здесь адское место греха не считая тюрьмы там еще люди погибают еще больше чем в городах души все уходит на сигареты алкоголь машинную военную право все вот все уходит на войну на войну с душем на войну вернее с тем чтобы погубить души и поэтому я такой думаю блин какой же ужас пусть эти правители думаю которые вот сидят у рулят сегодня пусть они это осознают потому что с другой стороны пусть они нас пожалеют именно нас людей которые пытаются спастись в этой войне и мы уже слезы пролили я уже все слезы пролил я уже понял у меня все высохло и пересохло у меня ничего нету слез уже я думаю ну но я болею я вижу я хочу чтобы 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 мы спаслись чтобы не теряли друг друг чтобы семьи не распадались чтобы потому что мы рождаем все своих мам пап один скурился спился умер и все семьи нету другой там еще куда-то в тюрьму попал третий но все равно в итоге нас бог то вместе соберет опять семья будет но лучше это осознать сейчас не потом столько времени пройдет на воскресенье но сейчас закрыть все эти заводы фабрики ну их нахрен я сегодня даже стихотворение написал про президента чтобы у нас был президентом сильным духом чтобы пришел и сказал этот завод я закрою а какой завод да табачную фабрику она нам не нужна запада пришла например да а что у нас там еще есть да алкоголь это тоже закрываю а ему скажут а мы вас убьем а ты ему а ты им будь человеком в итоге ну и что что тебя там а у нас все это в страхе пугает сатана и пугает там убью там не позволю этого и мы все спиваемся скуриваемся шоу-бизнес и смеемся то есть как вот войска очень ужас ужас и ужас и гнат тихонович я очень рискую сейчас потому что меня могут самого прихлопнуть хотя может быть и как бы это такие смелые слова говорить но на самом деле она так есть дети все равно нас дети нас все равно наши дети нас не простят за то что мы сегодня не можем хоть что-то говорить какую-то правду нести в мир хоть что-то говорить об этом у меня есть песни на тихом еще там тоже про детей сказано сколько теней в лицах людей сколько вокруг скорбных вестей пусть на земле станет теплее то есть вот ей девчонки там которые я был улюблен и церкви теплее ей церкви чтобы стало теплее а чё чтоб вся мерзость от нее отпала и чтобы у нас до нас бог дошел и спас нас я хотел хотел спросить а как выше на того что пел то нам сильно нравится его голос и как он поет таким понимаете экспрессия такая видно что он говорит не просто так как убежденный верующий в то что он поет а а ну нет ну мне на самом деле не очень понравилось как он спел нам очень нравится так он профессиональный певец да профессиональный певец он из саратов и сара и это город саратов я знаю потом город саратов и пусть на нас выйдет скажите ему пусть выйдет нам это нужно будем знать за кого молиться дайте ему наши вы знаете все наши ресурсы сайт видеоканал я вам стихотворение то скинул получили да и гнать технич мне кажется у вас тоже немножко порой не в ту сторону но это самое но это ну как он это выйдет он он как бы предвзято отнес он говорит на что мне это самое как его не хочу связываться как бы с ответвлениями церкви потому что я не буду говорить сектой но он так и сказал принципе он говорит я боюсь как бы я-то не я и так не считаю но люди так они так говорят вот и он так который спел также считает ведь все кто я так спел не называйте моего имени я не хочу фигурировать но он испугался принять что он не наш человек когда тихо зачем его мы будем опять после надо но знать хотя бы чтобы за кого помолиться то он все равно не скажет исполнение его очень понравилось ну она просто правильный исполненный вокал но все равно он будет исправлять естественно он потом мнение свое изменит со временем но сейчас как бы нет я могу попросить я попрошу знаем вывести на меня его попытайтесь попрошу сегодня я живой завтра не будет а я хочу руку пожать ему так и второе владимир вы знаете у меня есть не другие вот сколько врагов там на у вас есть такое да да и знаки припинания по его выделяю сколько врагов вопросительные и восклицательные а сколько друзей 3 восклицательных вот это именно врагов всегда меньше это бы я подчеркиваю спрашивает а почему правители в слезах я даю такое толкование что вы сами плакать будете но просим да еще маленько отшатитесь не это от экрана подальше вот так теперь у меня недруги когда узнают что кто-то ко мне хорошо относятся это дворкинские все они набрасывали на того человека они обязательно будут выходить на вас и вас будут я понял я по знаете почему на вас они набрасываются а я знаю митрополит местный сказал потому что они завидуют и ничего сделать того не могут что делает лапкин причина горит одна мы боремся друг с другом а бороться мы должны с кем с истинным врагом а истинный для наш враг сегодня это вот эти вот компании которые я перечислил табак алкоголь они огромные бабки зарабатывать нефти бизнес это самые короли они готовы всех перестрелять и переубивать лишь бы их бизнес жил понимаете вот наш главный враг а церковь тут совершенно ни при чем я три врага назову вам первый враг самый большой мы его видим в зеркале ты первый враг постоянно с нами отвергнись себя возьми кресло за мною это первое второе дьявол падший с неба сатана сатана избави нас от лукавого и третий враг этот мир не любите мир и не того что в мире кто любит мир в том нет любви очень и кто любит этот мир вот этот табак и проще там матерщину мирское любит вот этот бизнес без ума эти люди называются духовными проститутками прелюбодеи прелюбодеицы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога иакова 4 4 якова и послание якова 4 глава 4 стих люди могут говорить но говорить это одно но поступать так как господь на натих ну и сами ты как в душе как христианин готовы бороться с именно ярыми врагами людей сегодня посмотрите 1 и она 15 запишите 1 1 и она послание до 2 2 глава двоеточие 15 2 15 а прочитайте сейчас все 2 и дальше два стиха прочитала не любите мира не того что в мире кто любит мир тот в том нет любви очень вот а первое нету а любви можно не говорить если любит человек мир мирское там женщины всякую пакость дальше ибо все ибо все что в мире похоть плоти похоть отчей и гордость житейская не есть от отца но от мира сего и мир и мир проходит проходит и похоть его а исполняющий волю божию пребывает во вверх вот синодальный перевод дает нам абсолютно точное направление где наши враги это дьявол этот мир и мы сами себе написано отвергнись себя и что плотское не войдет надо народиться свыше и рожденный свыше он мыслить по другому другие критерии он боится исказить слово божие это прича соломона 17 запишите прича соломона 17 сейчас до прича начала мудрость и страх господень ты хочешь мудрость достигать бойся бога чтобы не оказаться в аду рассуждая объявление как говорит златоуст игнатий причина в говорит если ты говоришь о любви а страха божий не испытал начни сначала еще ничего у тебя нету и притча соломона первая глава 7 стих а первая вот так понятно я вообще к чему все веду я прослушал как бы ваши я сейчас опять повторюсь то что мы не записывали мы с вами за а монашестве от церквях которые строятся можно даже взять сергей козлову что он говорил феофана затворника пророчества о том что церкви будут великолепно выглядеть на служить них будет очень трудно невозможно поскольку как ну то есть в церкви вот царица сатана сатанинское сборище как там написано вот хоть они и красивые будут я не знаю верить в это или не верить в эти пророчества сегодня так это не он один говорил это и ян хроштадский говорил игнатий брещенина все говорили я пришлю в конце сброшу этот материал а а что нам в таком случае а будут христианам обычным делать то есть слово божие караул кричать может мне не надо просто кричать неси свет евангелия вот вас коснулась другого коснется вы будете бескомпромиссны несите слово божие в сердца у меня пока пока была пауза между видео то что мы разговаривали беседы вернее сейчас я так подумал и думал вот свой путь думаю куда мне отправиться я вот уже столько настрадался в городе думал хотел в горы уйти туда не получилось сюда в жизни ничего не сложилось думаю сижу сижу игнать тихонович и думаю ну все маршрут на потерявку пойду пешком за полгода дойду думаю может рискнуть взять собрать ну деньги у меня есть дороги не пропаду пропитание есть думаю ну и пойду возьму с собой у меня есть сборники стихов о христе каждое в каждом месте пункте остановки буду горить буду горить стихи свои о христе рассказывать во свете библии там людям информацию о вас о вашем сайте и вот так дойду до потеряевки думаю кто знает благословить играть тихонич и прям пойду полгода прям я уже готов терять мне уже точно нечего терять вообще нечего я вам не советую такие мысли рождать выброси их там где ты есть там трудиться у нас и не никто не приживается одиночной у нас совершенно другой народ это люди которые оставили все и господь на новом месте дал им все это работа вы видели на наши ролики сколько работы мы не просыхаем с утра до ночи у нас полное послушание батюшка сказал это закон мы перед словом божьим склоняем голову все во свете библии нет это со стороны кажется вам вот так просто взял пришел и стихи будет раздавать вот сразу же сразу как только человек появляется от нынче двое были приехали крестить все фроников там роман и в колеников виталий то все пришлось отправить домой не осмотрел да я смотрел потому что они никогда возиться с человеком который не хочет трудиться он хочет он работать слушать слово божие это будет вот володя то он тоже пришел один а у него лишь он работает слушается и словом божьим занимается на тихность я не то что прямо остаться в общении я понимаю что там сложности свои везде есть мне просто хочется самому себе хотя бы доказать дойти куда-то куда нужно дойти мне уже солдат вот понимаете пошел как война началась и я пошел мне надо дойти я уже понимаю что отступать то мне некуда я знаете как ненавижу эту цивилизацию просто представить себе не можете поэтому я работать нигде не могу меня не возьмут никуда не знаю что я не правильно проступаете работать тебя должны взять везде ты должен работать а что цивилизации как вы увидели у нас машины люди так он на машине добирается это не какая-то как колымага просто у нас машина мы едем в благовестия ботихова до атлантического океана вы видели прошли турцию скандинавию прибалтику нам машина нужна теперь наши каждый каждую неделю во вторник молочники едут в город а чем кормить семью как без машины то 150 километров туда машина не ходит даже набирается сам как машину может сделать пусть и молоко молоко из рациона вообще убрать то ли как у нас зерно вы про гречиха ты насчет горох рожь там ищемень мы же работаем а как вы даже в городе сколько бы мы не сидели с вами то сейчас подойдет маленькое время надо поесть а где есть сам-то третье не вырабатывал за бумажку хотим отыграться ясно не работаю что что есть есть про еду можно обойтись из молока вообще молоко вредно пить на моего не пьем из него сливки делаю и сливки вредно вообще все что происходит от коробки неправда когда господь обещает и говорит дам землю текущим молоком и медом господь плохого не обещает нельзя это конкуренты молоко то что манна небесная ты же не просто молоко нет это манна это отдельно кориандровое семя манна это отдельно а это вся земля называется текущим молоком и медом у нас пчелы она ну да но я вам сказал это молоко без молока нет ни поэта ни героя как горький сказал без молока матери нет ни поэта не героя матери в том-то все и дело конечно но для нас мама это мама но не коровы же наша мама а как мама мама ребенка дальше кормят молоком как как вот мы должны за святыми идти правильно найти что возьмите сергия радонежского он уже сразу от молока отказался мы что и что за то что отказался из молока от мирского он же сказал от мир почему я креститель не отказался христос не отказался не апостол павел никто не отказали сергия радович когда откуда мы знаем отказался не отказался может ребенок больной был отказался от матери бывает пропадает аппетит это все берут во внимание жил ли он по слову божию а что он размонашил пересвета и осляпи не говорят а он за это заодно должен быть анафеме предан канон такой если приняли еночный скищин а потом снова обреклись воинский да будут под клятвою под проклятием церковным не надо играть сергий радонежский никто не позволил нарушать каноны а теперь на него ссылается как на авторитет а канон который соборный канон его отбросили как будто не было разве это годится можно также и на серафима саровского обратить внимание он тоже этого всего не ел нельзя воприть слово божие никак молоко это хорошо хорошо у меня жена побыла в академгородке приехала и оттуда они говорят учат что хлеб вредный а по слово божие год хлеб укрепляет сердце человека кому верить то а так просто буровит что попало сами не работают и дурят голову молоко хорошо сметана еще лучше но масло само по себе понятно и творог и сыр это бог дает а считаем прище соломона держит возговорит и тебе молоко я и на тихность вот был 2005 жалко не сейчас я очень много нагрешил но если бы вернуть то время 2005 года когда в 2005 году я перешел на вегетарианский пост постоянный у меня я был в духе всегда в духе в духе пока не заблудил я был в духе и мне не нужно было никакого молока никакого сыра ни яиц даже эти продукты были тяжелейшие для моей души я трудно переваривал мне прям мне не ну никуда не и я понял что это хорошо как бог я я вот создал землю сделал так и я понял что это хорошо и я как человек понял что это хорошо для души потому что душа очищается это грязные продукты они не нужны вообще человеку а вот смотрите владимир бытие 18 глава господь посетил евраама 18 глава а бытие 8 стих и взял масло и молока взял масло и молока и что и теленка приготовленного а то горит мясное нельзя и поставил перед ними а сам стоял под для них под деревом и они ели ангелы были ели и когда говорит то считаем говорит дам землю как еще молоко и мед исход 3 глава 8 стих молоко и мед везде повторяется молоко и мед вот так ну свете последних событий если вы в интернете поройтесь на ютюбе вы можете найти фильм называется документальный называется земляне вот может быть вы ну как бы это фильм о жестоком обращении человека по отношению к животному миру да вот то есть там показывает в основном зарубежные хроники документальные о том как обращаются на заводах на фабриках с животными как производится молоко как производится мясо что при этом происходит для того чтобы у человека открылись глаза как эти страдания попадают на стол человеку одно дело в деревне все-таки обращение другое а другое дело когда в заводскую промышленность шоу-бизнес я ее я так это называю шоу-бизнес все встает чтобы нам как бы мы то не понимаем люди мы едим мы даже не понимаем что на столах мы называем это мясо мясо а что это была пролита кровь чья-то жертва для того чтобы ты жил этого мы не понимаем и поэтому у нас все превращается в шоу-бизнес то есть мы не понимаем вот мясо кусок лежит я сожрал я знаю сегодня я пойду смотреть любимый фильм живот погладил и лежу то есть а какой духовности никакой то есть а что мы но посмотрите фильм может быть мне интересно я сейчас прочитаю из святой библии его смотрите как во свете библии будем рассматривать 3 час 27 27 и довольно козьего молока в пищу тебе в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам то все едят молоко что тут выдумывает молоко молоко это благословение божие это единственный продукт который усваивается одним кишечником без желудка если было у него там не только резекция изъятия потому что как сбивание ну дальше молоко молоко сотовый мед каплет из уст твоих невеста мед и молоко под языком твоим понятно это как сравнение чистоты радости это песня песней 4 глава 11 стих дальше я несколько мест прочитаю а может ли быть какой-нибудь замена соевое молоко рисовое молоко там кукурузное молоко это подделка не какого она может быть ну молоком то зачем она может быть бычковое молоко то и из-под быть и из-под коровы она все равно как оно появлялось то вы же знаете процесс появления молока уж против нас на молоко пить даже смотрите пророк исаи говорит пророк исаи говорит 55 1 жаждущие идите всех водам даже и вы у которых нет серебра идите покупайте ешьте идите покупайте без серебра из бесплаты вино и молоко не вино виновата пьянство да и риме пророк говорит дал нам землю текущую молоком и медом а я сказал аминь господи молоком и медом вот так я понял но если рассматривать опять же гражданскую позицию тогда как гражданин я живу в своей стране я хочу что она выздоровела на больно что это больше рассмотрение владимир это больше не касается военная то ли не военная апостол по сравнивает как 1 петра 2 2 как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение как это еще раз у меня техноч какой какой стиху лет тихо вернее 1 петра 2 2 и господь говорит 1 петра 2 2 2 2 и 1 коринфянам 32 господь говорит я питал вас молоком они твердой пищи павел говорит вот так кто пася стада 1 коринфянам 97 кто пася стада не ест молока от стада то есть таких людей в мире никогда не было чтобы молоко считали вредным это сатана хулить продукт божий этот сатаны кто пасет стада и не ест молока его 1 коринфянам 97 посчитайте а как же люди голодают по 40 дней в общем молоко и павел говорит павел это что-то пасет у него молоко всегда есть вот у нас пас никита полторашка ему каждый день ну и деньги молоко молоко есть корова кормилица в войну остались живыми у кого была корова что угодно делать на ней можно возить запрягали и она возила там что-то помогала корова какой бы не был крутой стали но коровы одно разрешали держать ребятишек подняла как у меня семеро осталось без мужа я всех подняла благодаря буренки так что выкиньте из головы это что вредно и проще это говорят те которые ничего не имеют вот так и мать говорит просто на тихо многие люди сегодня как вам сказать ну организм нужна допустим энергия душе да для того чтобы существовать душе любовь тело энергия для того чтобы ходить и многие люди говорят ты не можешь без продуктов жизни животного происхождения потому что как ты будешь физически развиваться как ты будешь ходить господь не гнётко ел учеников послал готовьте агнса зачем это клеветники говорят это люди богохульники вот запиши сирахов сирахов 39 41 нет 39 32 39 32 главная из всех потребностей потребности для жизни человека тире вода огонь железо соль пшеничная лука мед молоко мед молоко виноградный сок масло и одежда но масло растительное дальше все это благочестивым служит в пользу а грешника может обратиться во вред это вредно грешникам а ты не кури не не прикасайся там женщина молоко для тебя это будет в радость все это благочестивым служит в пользу а грешника может обратиться во вред вот и ответ весь нам зачем искать на стороне чужую блевотину вот вопрос о молоке разобрали лишь как легко легко-то легко многие люди не слушайте не слушайте мозги себе не засоряйте этим этого не у людей которые курят у них все в дымовой завесе все выбросите чтобы в руки не брать эту мерзость а то главное не довольны табачным производством а сам курит говорит людей отравляют вином а сам пьет женщина осуждает а без женщины шагу не могут шагнуть это не годится никто я не осуждали ни в коем случае я не о вас говорю я вообще говорю я человек который попался на этот крючок и к сожалению разбился об эту стену вот а потом только осознал что сам полос великий говорит нет страшнее греха как блуд да он мозги съедает человек дурной делается сумасшедший я вам стихотворение про женщин прочитал как я благодарен всем которые мимо меня не заметив прошли я человек такой конечно боевое кто знает в такой семье родились в таких жизненных условиях выросли мы это в более мягких нас мамы все жалели там боялись куда-то далеко отправлять поэтому мы и вышли мягкотелами а я вырос на стороне служил на камчатке на корабле подводном флоте в ракетных войсках щиты четвертого класса десять лет я уже по квартирам пошел пятый класс другой деревне мы выросли отец инвалид руки вот так это нас десятеро ребятишек десятеро мы учились работать и делиться тем что у нас есть а потом она меня который нападает они хилики это я не вижу с кем бороться то они не знают они завидуют митрополит сергий так и сказал они завидуют потому что ничего не могут этого сделать я не боялся сказать что монашество в том виде в котором она есть она принесла зло больше сто крат чем вместе взятые коммунисты фашисты иудеи мусульмане они заблокировали слово божие они не дали расти евангельскому семени и а может они плохие потому что они пошли антиевангельским путем господь говорит иди они говорят сделай мандру мандра стена и поставьте архимандрита и там будете погибать в песок уходить почему откуда вы знаете они почему ну ладно да тихоныч вот я вам прочту стихотворение про монашество которое у меня есть а я вам прочту тоже если вы позволите но я вам за свое про что давай давай ну как у меня получилось в монашестве особое призвание нести грехи других издалека хотя не видно и не слышно в тайне молитвы дойдут наверняка в их плодородном черноземном взгляде в глазах небесно-голубых христос он воскресение зерно в нас садит чтобы взрастить души и светлый колосс не для себя монахи выбирают такой казалось одинокий путь на подвиги господь их избирает чтобы спасать людей не дать грехах и утонуть увы в плену тлетворного создания молитвы той спокойной не видать за гранью снов они творят предания и о земном им некогда мечтать к себе зовут монастыри однажды увидев свет сердец духовных чад такого не бывает с каждым хоть каждый в ту страну стремится рад в монашестве особое призвание глубинные духовные черты неложный образ кротости и покаяния в нем истинного православия следы вот такая есть такое стихотворение вот у меня получилось такое о монашестве альтернативы никакой нет попавшему в монашество капкан к такому утверждению тысячи примет у прокаженных всех их выгнали за стан когда на торжеще портовых городах выстраивалась очередь чтобы купить раба сын простирая руки о матери рыдал бещус отец от горести упал то есть что такое монашество я и показываю вооружение в монашестве андрей довел до совершенства даже выше всех покаянию влаща сумел огреть и даже то что и наладом дышит а куда девать людей которые хотят спастись то к христу на благовестия в монастыри они убегают чтобы спасти свои жизни на одевать не вылечить больного душой человек хорошо послушать а это владимир не благовестия веках монашеский конек возникнет самость дикое упрямство прошли века и сьмы упрямцам невдомек плоды монашества и кладбищем не спрятать самое злое что появилось оттуда пришло андрей кураев теперь и пишет не женится только друг на друге чего мы ждем от смены президентов где над монашеством свой нюрбинский процесс без слова божия до одного раздеты несём не божие а из преданий крест дел дел я понял вас но вы не считаете что это может быть ошибкой надо считать винеев женщинах из ли поселился теперь в монашестве в массовстве очень хитро змеи змей семиглавый дьявол он в различных лицах опаснее всего под клобуком под дмитрой я был в монастыре и на техник так же как я написал песню во свете библии так я приезжаю в монастыре я был в оптиной пустыне я был во свято пахнуте боровском монастыре и могу вам честно и свое слово сказать как христианин вот честно можете меня ударить хорошо монашество оно нужно нет зла оно нужно монашество для того чтобы готовить благовестников и до кармия тех которые состарились одни только для этого спасать молодых ребят вот сколько трудников нужны они спасают свои души становятся нормальными людьми я видел я знаю если приехать нормальному человеку он и выздорове он почерпнет этой свежей благодати который в городе не видать человек человек узрит чистоту господа и отойдет от вредных своих привычек всех ну как же монашество плохо плохо это сигаретные заводы сраные алкогольные компании сволочи и обогащение церкви это плохо и запад это плохо и европа сегодня это грязь и мерзость потому что они лезут сюда сегодня со своими опять же капканами называемыми денежными вот этими что вот пытаются нас на этом подловить да ну монашестве монахов не надо ну не надо их рыгать игнатий тихонов нет владимир владимир вы сейчас говорите от своей эмоции вы по евангелию посмотрите нет ни одного маленького намека чтобы уходить из мира прятаться и не идти нету то что вы говорите все правильно говорите но евангелие в руки не берите она вам не нужно и явитесь к христу вам скажите о вас никогда не знал вы жили по своим заповедям по обманам человеческим я же не я скажу господу господи я пытался жить искренне как написано помогать ближнему своему и мне а что мне говорить ну написано я всю книжку все равно не выучил я хотя бы я посмотрел их на тех я посмотрел ваш спектакль детский спектакль вашем православном лагере на пасху это было год назад и я и я запомнил на всю свою жизнь что стоят возле ворота ворота в рай и стоят трое которые много сделали я много написал много страдал господи почему ты меня не пускаешь в рай а ангел говорит а я тебя не пускаю мне не важно что ты сделал мне важно что одежда то у тебя грязная и я понял что надо стремиться к чистоте не обязательно можно даже библию не знать и в руки не брать но зная и осознавая что человек должен стремиться к чистоте именно быть чисто не надо можно никем не быть можно бомжом быть но если ты чистый внутри стремишься к чистоте к очищению от грехов к чистоте к одежды всю грязную оставь на земле все все равно в прах как говорит библия но это подразумевает чистоте все ничего не надо к чистоте откуда на чистота то придет это обман владимир обман вы чистоту знаете где взять а вот решение в его и вот решение от этого мира вот и вся чистота и она приходит дальше благодать и господь ведет вы же сами знаете отрекаешься мира всего вообще всего и все и пошел путник странник ну и что зато зато можно тебя давайте может читать откройте евангелие тема 15 3 я вам говорю слово божие против говорить не может человек если он хочет спастись почему ощущение дает давайте прочитаем скажите пожалуйста это послание евангелие от я на 15 3 а не вам я 15 3 вы уже очищены через слово которое я проповедовал вам вот все то есть пока у тебя в руках нет святой библии ты никто вера слыша не я они от монастыря ослышание от слова божия и вот нету там вообще не знаю даже вы посчитаете отзывы кто был там что об этом андрей курай пишет конкретно я как-то тебя повстригая епископ я постригаю тебя говорю дом а сдай у тебя нет воли никакой теперь ты передаешь волю свою волю мне я тебя выгоню в любой день и ты не имеешь права жаловаться теперь иди неси ножницы но не знаете я считал все уставы какие были в древности это не в одном гулаге в освенцами того не было что там было нет не было в монаже там нету освенцами никакого в этом самом какого я знаю что вот я вам сейчас расскажу один случай послушайте меня вот буквально две минуты задавайте нас с вами вас монашество даже те кто сегодня извините пожалуйста в православной церкви в московской патриархи незаконно как вы как вы называете да патриарх незаконно по как правильно назвать кирилл да незаконный же патриарх почему незаконный законный конечно а вы сказали после 30 лет что там я помню спасу или мне и не то послушал да не я сказал то вы понимаете вы свое говорите ничем не подтверждено вернемся чуть назад потом к этому вы очищены через слово которое я пропадал вам то не через монашество у вас заменено через евангелие его нет евангелия то там люди не знали его совершенно считать не умели тысячелетия прошло египетские монахи все исчезло одно мусульманство еще совсем не соображаете я буду что где-то вера от слышания от слышания от слова божия не от монахов от слова божия человек рождается от семени вышел сеять и сеять куда он вышел так это монастыря сидит то это новая вера это она никакого отношения к христианству не имеет так и скажите монаши ты хорошо без христа хорошо без библии все я согласен не во свете библии во свете монашеских туманов тонкого мечтания тогда все на месте но если в руки берем евангелие все показано что это выдумка человеческая господь идите по всему миру а они давайте в монастырь все лучшие соки высасывать и там их гробить откуда взялось мусульманство то 2 миллиарда откуда на пустой то что никого никто не проповедовал о чем андрей кураев пишет постоянно вы очищены через слово выиграть я очищен через слово которое я проповедовал вам я большее зло тогда это что монашество или сигареты алкоголь большего зла сатана не сделал нигде как запечатал слово божие нету рождение рождение то нету рождение без слова нету вы ищете эмоции впечатления пришел мне хорошо пели я умилился это прекрасно но какое-то отношение имеет к христу вера от слышания слышали я проповеду то есть вы считаете для христа неважно благодатная среда для молитвы или неблагодатная да благодать господь дает от послушания вы напитались от них эти вот слова и благодатная духоносная ничего этого нету по евангелию если нету там никто ничего нету пустота израиль думал что имеет что-то господь пришел к погибшим вовсам израиля скотомогильник там был игнатий брещенинов говорит в россии было тысячи двести семьдесят пять монастырей запиши во время его это современник пушкина 1275 монастырей и он был инспектором епископ едва ли едва ли четыре монастыря из этих которых жизнь теплится монашество кончилось и гнати брещенинов говорил еще когда 150 лет назад кончилось его нету 250 лет назад его нету монашество актеры играть ничего не сделают это актеры подогретый полом миллиарда отпускает путин там монашество да нет настоящего то обман один вот у нас монастырь батюшка поехал сонную выходит какой-то полумертвой что монах 25 лет пальцы все прокурено и во дворе заросло ничего не растет монахов 7 а прихожан 5 до монаши до монаши лифт монаха быть что хорошо оставаться одному павел говорит один и выжились если не пожалуйста посмотрите например ситуация в городе в городе курение алкоголизм наркомания игра шоу-бизнес продолжается телевидение хрен знает что несет какой-то билиберду чушь смотреть это невозможно постоянная реклама дурная пичкают а в монастырь проезжаешь ничего этого нет вот в чем благодать от хаоса убеги и к богу приди но через это для людей для людей люди не знают какая-то радость от них утаивают монахи и камер или жизнь это сатана говорит дьявол он говорит монашество плохо одинокий путь плохо не ходи в монастырь ты что это скучная жизнь там делать нечего и человек тратит свою жизнь здесь погибает в этом мире так что монашество это хорошо а вот этот мир вот вы им прельщины немножечко мне кажется этот мир он как раз вас и причинул немножко вы стали влюбляться в этот мир в интернет в эти технологии немножко вас это самое мне кажется я вот вижу вас и смотрю и несмотря на ваш жизненный глубинный опыт все равно этот мир вы немножко любите его а вот вы не любите его а это не мир не мир это не мир мир это привычки а когда человек верующий курит как ты борешься против пьянки а сам златоуст говорит тебя ведут говорят пьяного с гулянки как ты можешь говорить когда губы красные от вина как ты можешь говорить против табака я могу говорить я нахожусь в лагере и утром мне говорят вчера ночью вы молились семь человек становились на колени мы решили приняли решение бросить курить а я даже не говорил об этом вот работа когда меня бог посылает в вузы я должен пройти этот гулаг почему меня родила слово божие 54 года назад что бог есть что бог есть я знал евангелия не было евангелия меня сделала таким серопе он сидит все раздал и вот так вот прижал одно евангелие осталось кто-то подошел до тебя раздел он говорит она раздела меня евангелия и да тихо но кроме вас же есть еще служители церкви которые несут истинную истинную веру во христа ну я имею ввиду и в монастырях и везде и даже батюшки и в церквях и везде прослеживается любовь господа христа она может быть обращенной не ко всем а кто а вот чем дело понимаете согласен все на тему закрыли все но сравнила свете библии ты ни одного шага у них не найдешь и дети по всему миру но в это почему не берете внимание объясни как они пошли по миру они не выполнили главную заповедь господь говорит сидите в иерусалиме 10 дней монастырь доколе не обречетесь силу и свыше и будете мне свидетелями не в монастыре там духа святого если нету они будут сидеть на и хваститься и дух святой побудить тебя идти по любви к людям как ты можешь сидеть в монастыре когда мир погибает идите проповедуйте идите у одного только пахомия было 11 тысяч монахов представьте сколько они могли сделать наставничий монахов вот считает в монастыре читалась молитва ублажаем тебя святой пафнути наставничий монахов ублажаем тебя сергий радужский наставничий монахов что значит нас или они придумали что наставничий идите по всему миру и вы никак не можете понять вы зачем перепрыгиваете и к ним скажите христос возносится и говорит идите по всему миру и пропадать евангелие он за это спросит они за то что пахнуть этом делал вы говорите все хорошо монастырское учение но не написано что-то в рай в рай пойдет то что судима по слову божию я вам говорил 12 48 евангелия тиана вы нигде не берете библию в руки даже как будто ее не знаете господь перед идите а они говорят нет надо спрятаться от людей кто это говорит и как придумали послушание дороже поста и молитву это дьявол сказал а монахи взяли за основу почему господь говорит постом и молитвы изгоняется этот род это сатана его боится главное оружие и на тихо по большому счету сегодня какая у нас война от нас дьявол опять друг с другом мы же все на одной на а мы стоим за христа все именно тех же простите меня ради господа я сама владимир владимир вы библии не берете в основании скажите господь говорит сидите в иерусалиме сидите до коня не обречетесь мы сегодня должны в баррикады вставать в баррикады идти и кто не знает их вы какие баррикады какие придумали идите по всему миру проповедуйте живите на стройке я на стройке работаю сколько людей обратилась где бы ни был люди видят евангельский свет они приходят к христу а это то что я в интернете но я писал раньше письма почта тоже грех выходит я писал 1200 писем в год каждый год крестит неправильно ладошкой мокрый по голове чё монахи не бунтует крещения то нету люди не крещеные россия не крещеная одной капли не надо написано кто не будет веровать и креститься не будет спасен крещение в полное погружение 50 апостольское правило если не в три погружения да будет извержен а тут ни одного нету нету вообще погружения нету чё вы слепые совсем не видите а если за словом так не гнаться ну как если крещение то нету обман обман старообрядцы крестят полное погружение баптисты крестят адвентисты крестят все крестят полное погружение апостолы христос князь владимир сегодняшние папу не крестят вот еще не видите крещение то нету в россии вся страна не крещена деньги 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 еще не понятно это бизнес софринский мы молчать будем а выдачи хорошо сказали а вот господь подойдет и скажет или эти наши потомки какой же жил человек гнилой видел такие беспорядки ничего не сказал я я потратил на это много лет полвека все монастырские уставы вы их скажите я спрашиваю скажите какой мама на устав был в древних египтян вы же не знаете в моих книгах 7 8 том посчитайте они там показаны что еще раз 7 8 том открытым оком 2 дома я разбираю жить я во свете себе библии там ничего евангельского то нету я вот я вот сейчас у меня перед глазами образ стоит девочка посреди дороги вся в слезах маленькая пяти шести лет ее спрашивает бог что случилось она говорит я маму с папу потеряла а он где вам папа нету а где они где папа где мама папа скурился а мама спилась и мы сегодня говорим я к чему это все сказал я сказал так тому что главное сегодня самая настоящая угроза всей планете не в монашести не в том какие там правила мочит ладошка или нет а в настоящей угрозе беде который называется вот эти вот вот этими предприятиями мы должны просто это ну так они почему владимир они почему предприятие потому что монахи сидят и проповедуют они бы люди возражались такими не были этому них все вина стоит они обольщали людей 1275 монастырей ты сам подумай что это 57 тысяч храмов было перед революцией 57 тысяч запомни в каждом был священник и проповеди не было вообще почему возникли баптисты штундисты то потому что видят что совершенно ничего нет евангельского вы я вам сколько раз говорю идите по всему миру в эти стихи объяснить почему монахи не идут они противятся то не мне андрей кураев говорит и гнать это ничего нового не говорит он просто целая пласты забытый нам поднял вы со мной спорить то не будет я вам показываю правила 6 вселенский собор 14 15 если до 30 лет он не священник он обманщик а их молокососов ставит он ничего не знает уже игумен нашли название то ни одного названия евангельского нету и дети проповедуйте проповедуйте не сидите а он монастыре был хорошо согласен хорошо хорошо потому что без христа где христа там страх божий там никто не будет сидеть он ползком будет идти на проповедовать посмотрите фильме иеремия видели нет а зарядите иеремия его убивают его бьют он еще простирает руку и говорит так говорит господь я вам говорю так говорит господь а вы а я был монастыре вы трясете совершенно ничем я все время вам считаю евангелие так говорит дух святой евангелия вы ноль внимание отбрасывайте вы неверующий нет 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 я и на тихо я все верю вас на нас опять сталкивает силы зла чтобы не спорили владимир я вас иди унижаю я просто говорю я привожу вам место за местом писания вы ни одного не привели еще ни одного евангелия у вас в руках нету в сердце его нету в голове нету мои слова не не вмещаются вас потому что они христовы рожденные свыше он любит христа он зарезу и ухватиться а вам нужны нет я был монастыря но иди монастырь но на суде божьем ты не скажешь что монастыри их не будет они будут написано горит земля и шумы и гнать и тихонович ты на стороне дьявола сейчас выступаешь понимаешь а почему потому что ты должен сегодня всю проповедь направить против вот этих вот уродов которые засели по которых монашество наплодило добавляй что не проповедовали монастырь немало потому что не проповедовали такие люди родились я не разговаривали с пьяницей послушай на работе стою решетка там я сторожем там стоит человек подошел подходит курит в руках у него бутылка смотрите я ему начинаю говорить о боге о суде божьем он папиросы изорвал и выбросил бутылкой бьет по пасынку в беребезге разбил человек изменился через решетку я с ним разговариваю меня допрашивает следователь как монах я бы голову между ног и молчал я говорю о христе мой следователь краевой прокуратуры принял крещение полным погружением начальник тюрьмы меня вызывает умирает по-христиански который меня курировал начальник подполковник кгб прижал за моими книгами он другой человек делается почему благовестие я говорю у вас священники были был готова тут лежал один на кровати а другой тут карты играл их сажают за что за деньги я был там они впереди меня прошли ни один не рассказал что с ними было священники хорошие священники они боролись против советской власти все как глеб якунин я его рассказываю какие чудеса бог делал как новые новые люди приходили как меня самого места на другое кидали потому с этими людьми которые обратились к богу покаялись у них ничего этого не было не было потому что не было рождение свыше глеб якунин говорит зачем я стал священником я сам не знаю это главная моя беда теперь а меня уже не раз бы епископом поставили а у меня нет никакого звания я просто осценизатор вот у вас хорошо ну я простите очень хорошо получается ругать вот нет ругать в добром понимании чтобы человек что нас ругали ругать ну ну киану крестители владимир киану креститель люди приходят крестить он горит порождение хинины змеи вот это он их окрестил так он ругал их или не ругал порождение хинины змееныши приползли ругал он не ругал господь говорит не мещите бисит перед свиньями перед сами он обругал их или не обругал они окружали а со всех сторон и он им говорил это в глаза и пророки это говорили я говорю истинного христе и не лгу я привожу места писания сегодня в разговоре я вам привел не менее уже 30 мест вы ни одного мы не на равных идем я плыву в этой благодати божией о которой говорит серафим сороски а был монастырем нехорошо на техно подожди я я с тобой спорю не насчет библии а по-человечески по человеку давай говори не спорю просто говорю не не во свете библии него идите по всему миру и проповедуйте дайте этот стих толкования что я это записал я это записал и проповедуйте евангелие покажите где монахи шли проповедовали четыре человека в россии только было за тысячу лет четыре всего вам их назвать стефан пермски запиши он святой митрополит иннокентий вениаминов просветитель северных народов николай японский касаткин епископ православный и макарий архимандрит алтайский наш глухарев все больше никого нету четыре человека за тысячу лет а канонизирует разных князей которые никакого ушакова димитрия а то федора всю жизнь воевал сейчас суворова готовится евгей еще и сенина подряд всех жухова в латвии канонизировали гитлера в латвии канонизировали здесь канонизировали сталин уже иконы стоят сталин и рядом димитрий ростовский этот донской стоит александр невский двухсторон и стали стоит держит библию не а где это канонизировали не официально да уже в храмах стоят иконы какие храмы я не видел но я не видел тоже но уже показывают называют где они они обязательно видеть я не видел но судя по тому как сталинисты как священники ратуют за то что при стали не было хорошо и он с иконой облетал москву то есть такие басни гонят лютого гонителя канонизировать готова это почему потому что никогда по евангелию не жили главное два вопроса родиться свыше от духа святого и быть в один духом божьим в ваших словах нету ни того ни другого а слова даже быть мяканьки хорош это сатана умащивает дорогу мягко до в аду окажешься надо жить свято ну и живите вы против табака я в рот не беру против алкоголя я капли не пью за всю жизнь я не сказал ни одного матерка но я не считаю что этим я спасаюсь я спасаюсь кровью христа верой в него для него я все положил на его престол я вот уверовал сегодня только на корабль меня привезли я через фальшборд перешагнул сразу начал проповедовать в первый же день и когда поехал домой из латвии с балтийского моря заехал в семинарию вот там был для меня шок они евангелия касса не знают они не верят евангелия да вы еще баптист какой то что вы с евангелием носитесь представьте в храме выходит человек не из улицы и говорит братья и сестры у нас люди появились которые призывают жить по евангелию да кто когда жил по евангелию это люди вкрались в нашу церковь вы не видите как вы думаете гнать тихонович вот так вот случилось вот в трапезной монастыре кушаем меня попросили меня попросили вот представим на миг на миг волос ну про три иконы просто вот они там на стене висят около столу в конце зала я пошел протирать и протираю вижу тараканы бегают там на иконе все грязь тараканье я думаю вот тараканы думаю и что это за тараканы в церкви завелись святых святых тараканов не святых тараканов вот тараканов около церкви опять же так вот и в жизни сколько тараканов много тараканов как взял и прибил также тараканы в стране а чё за тараканы в стране да эти вот фабрики которые людей спаивают скуривают люди погибают семьи разрушаются ну что основной наш враг то какой враг то наш вот христиан все-таки какой вот враг то что губит действительно губит я могу с вами спорить но я прав буду все равно а вот смотрите был такой артист заслуженный артист ссср певец юрий богачев у него дочь и сын олимпийские чемпионы вот это семейка да но он спился уже с работы выгнали по самый большой враг для него теща я уже начался дьявольский спектакль игнатий тихонович после того как он спился а вместо того чтобы человека спасать или морду на а вот послушайте дальше картина какая я поясняю вам вокруг православная к нему никто не подошел вот с православными батюшками вместе выпивать может но их нему подошли два молодых человека однажды стопоговорили пригласили к себе это оказались баптисты он там покаялся жена покаялась дети пришли теща по всему миру я проповедует почему он не православный не хвощ исчезет без рук без ног проповедовать не православный все которые вот такие знаменитые люди ни одного православного нету почему слова божия нет они могли быть православными к нему могли подойти священники монахи а как они подойдут свидетели и говы идут из дома в дом а монахи в одном месте вот как раз это и надо врагу те не знают евангелие правильно несут знающие сидят еще не понятно то что это врага но но они сидят но люди знают куда они идут они придут при придут монастырь помолятся но беда беда одна вот честно вам признаюсь вот я съездил в один монастырь и в оптиной пустыне я долго не продержался мне на дела песни потянули в город а в свято-боровско-пафнотиском монастыре но я знаю что меня зло коснулся там меня и там начали убивать я думаю прям при храме эти бесы отряд там это внутри вместо то вместо благодати вместо божьей помощи вместо того зацепки вот матрона пытается за меня сейчас молиться даже чувствую просто вот это зацепок-то практически нет потому что они в храм ходят и без общины там порядки свои наводят и там хрен нет твердой стены которая ограждает от зла что ты в монастырь пришел и пришел или в храм и пришел господ и он тебя излечил больного хромого слепого глухого все это дал вернул или по крайней мере ну кучу ну я же приходит человек зачем чтобы здоровым стать чтобы господу чтобы здоровым просто душой здоровым чтобы выздороветь а не для того а приходишь и ничего приходишь вот вы говорите скотомогильники там или что еще но как бы ну да по большому счету да все мы зажрались темы в грехах все мы курим пьем ходим в наглую в церковь ничего как бы батюшки к сигаретам вообще относится ну как ну как бы ну куришь и куришьой вот на два дня перед причастием не покури и причищу вот так вот как бы но как что-то я сам по своему дяди знаю это у меня дядя всю жизнь спокойно отец economist боль по пачке в джей не всю жизнь ну какое там причастие там не кого причищать я это уже понимаю сам как бы зная ну и и как бы ну и это не наркотики говорит батюшка и ну как это не наркотики это смертельный наркотик, который убивает, он реально убивает. Меня вот убил за 8 лет, я 8 лет курил. Сейчас я меньше намного курю, одну сигарету в день или вообще не курю. Ну практически не курю уже. То есть не думаю об этом, от этого отошел уже. Но знаю, что это такое, как это убивает и что от души вообще ничего не остается. Там и причащать нечего, правильно? И я вот сижу и пытаюсь, вот через вас сейчас, Игнатий Тихонович, вы, я, Володя снимает, вот это все. И вот и ваша борьба, то, что вы непримиримый борец за истину, вот это помогает, ну, немножко мне привстать, чуть-чуть. Скажем, духом привстать. Не телом здоровьем, а духом немножко привстать. Да, плачевное состояние. У Сахарова я был в церкви, то же самое. Ну как то же самое. Обстановка благоприятная, теплый, теплый свет, все как надо. То есть вот, сухая обстановка, дух Божий там есть. Ну и там нету непреоборимой вот этой вот. И там ограда пала. От чего? Непонятно. От бесов, от проникновения бесов и чертей в церковь. Они все равно бесы туда проникли. Все равно там они бегают, хотя их там не должно быть. Ну то есть вот, как это такое? Что они там? А я скажу вам, в чем причина. Вот сели они на дорогие автомобили, на эти иномарки, батюшки, начали производить вот эти бриллиантовые, золотые кресты, устроили вот эту бижутерию. И в итоге как бы превратилось все непонятно в что, в торговлю. Вместо того, у вас даже стихотворение такое есть, я читал про торговлю в храмах. Так вот и поэтому и нету ничего. Поэтому приходишь, а что? Бес приходит и говорит, а это я золото наплодил. Это я, говорит, дьявол бриллианты сделал. Вы мне подчиняетесь. Ты мне ничего не скажешь, а ты вообще блудник на меня. То есть я понимаю, а что я вякну? Я аф-ап, лаю-лаю. А толку-то? Как бы он говорит, ты блудный пес. Куда ты пришел? Ты пришел в святое место. Я говорю, я понимаю, что я блуден. Я говорю, я раскаиваюсь, уже раскаялся. Уже несколько раз, уже три года прошло. Дьявол у меня все равно в одну и ту же. Сколько можно пихать-то в одну и ту же? Я говорю, уже устал. Три года прошло. Я говорю, все равно, видите как, ты там не говори, это не говори. И я говорю, ну, извините, приезжаешь в Сергеево-Лавру. Батюшка большой, мессистый, здоровый, садится в джип. И в джип, и прям как в кино, едет по территории храма. Я смотрю и думаю, где Бог? Помолился уже, перекрестил, сказал, Господи, избавь их от всех, от автомобилей. Избавь их от золота. Сделай нашу церковь нищей. Я такой говорю, пусть она будет нищей. Но, говорю, зато будет верующая церковь, и люди спасаться будут. А то, что сейчас, я говорю, проехал, увидел, это все, батюшки заигрались в кино. В кино, в кино. У них кино на уме. Вместо спасения. И вот мы, и вот она где кроется то, что, ну, вот извините, простите. То есть, вот так она. Игнать Тихонович, ну, так. Ну, все тогда, Игорь Владимирович, на сегодня хватит. Значит, через слово Божие смотрите все. Я с вами так говорю, и вас я не опровергаю. Но это никакого отношения к Евангелии не имеет, что вы говорите. Вера от слышания, от слышания от слова Божие. Игнать Тихонович, прошу вас, последняя минутка. Уделите мне внимание немножко. Вот по поводу гимна, гимна, мы же так и не поговорили. Вы можете открыть? По поводу гимна не поговорили. Ну, а что говорить? Я принял, и считаю, что очень хорошее. Первый раз только сегодня слушали люди, и сразу подпевают. Я его, наверное, уже в десятках роликах поместил у себя. Я понял, Игнать Тихонович, у меня там есть ошибка в словах, я заменил слова. Но заменять вы себя, здесь не надо заменять. А слова должны быть те, которые поются. Другие-то не поются слова. Как я буду говорить? Игнать Тихонович, когда уже силы будут, сейчас уже сил даже нет, тогда это самое какого... Можем с вами созвониться вот на днях и поговорить о словах? Еще раз, разобрать и все... Вы разбирайте эти слова как хотите, и я согласен с вами. Понял. Так, минутку. Говори. Здравствуйте. Господи, 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 Господи... Кто, кто, кто вы, кто вы, где живете? Ну? Донецкая республика, понял. Дальше. Нельзя. Нельзя никак. Потому что прогресса никакого нету. Туда проезда нет. И что там смотреть? Это не музей какой-то. Там работать надо. Все заняты. Нет на станции ни одного здания. И куда приедет? Останавливается в первом часу ночи. Встречать некому. Все заняты, все работают. Это невозможно. И да и никакой пользы в этом нету. Мы ставим много роликов. Сайт, форум. Вы там смотрите. Ну все, и довольны. Больше ничего нету. Всего хорошего. С Богом. Отовсюду звонят. Побывать в Потеряевке. Побывать в Потеряевке. Мужчина. Женщина. Надо, если кто-то думает, мы разговариваем, когда молодые, семейные, с детьми. Тогда мы разговариваем. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Пять качеств. Тогда мы говорим, что были средства построиться. А построиться сегодня на рубль не построишься. А сколько стоит у вас построиться? Да я не знаю, как вы будете строить это. Любой материал, бери, копай, нанимай экскаватор. Это деньги. Вот нынче я, там, у меня в бульдозер работал 11 дней. 11. Я отдал 136 тысяч. Вот и все. Только бульдозеристы. А ничего еще нету. Только пруды и дорога. Ну и там без миллиона делать нечего. Хозяйство надо, корову надо купить. Смотри, куда лезет. Подожди, как упадет. Ты не знаешь, как попасть, а? Давай сюда. О, маленький. Опа. Давай. Творчишка. Иди, гуляй здесь. Куда-то лезет. Ну что, Владимир? Я благодарю вас. И в первую очередь за гимн. Это ваш труд. Как память их будет. Слава Богу. Я имею в виду разобрать с вами слова. Вы просто пропустили. Нет, я не пропустил. Я сразу сказал, есть моменты, которые я не согласен. Но я истрактовал их положительно. Я понял. Что вы не сами писали. Вам Господь подсказал это написать. В стихах это намного глубже смысла, чем вы понимаете. Я эти стихи уже разобрал и показал. Ничего не надо менять. Не надо. Это не от Бога. А забытые строки? Вот которые вы написали сколько? Все в этом вложено. И главное, что вы нашли человека, который вдохновенно поет, видно, крепко в руке держит, говорит, какой голос у него. Уверенность в этом. Заменить забытые строчки, но это немножко смешно, комично звучит. На заветные строки. Нет. С любовью отца. Забытые. Ими забытые. Благодаря монашеству они забытые. Вы решили остаться. Вы не надо. Вы уже понимаете, что монашество Бог не устанавливал. Он устанавливал Бог. Идите по всему миру, по двое. Никаких миссионерских отделов, никаких дворкиных. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Ни семинарии, ни академии не было. А они сидят, должности выколащивают. Патриарх Кирилл сейчас собрал 400 игумены и, говорит, сделали жезлы. Сверху креста только патриарх и епископ может иметь-то. Сейчас придете домой, говорит, уберите эти погремушки. Погремушками назвал патриарх Кирилл. И возьмите деревянные жезлы. Погремушками занимаются. Погремушками. Это патриарх Кирилл сказал. Вот в этом уже месяце. Ну и все. Мы за то, чтобы люди жили хорошо. Но как хорошо? Хорошо остаться одному, не жениться. Вот это же монашество. Мона означает один. Но чтобы не сидел, а шел и проповедовал. Обетами себя не связывать. Вот как Марфа Мариинская обетели, была Елисавета. У нее они обетов не принимали. Она ухаживает за больным. Понравился ей Семен. Ну она и матушке сказала, матушка Елизавета, мне вот он понравился. Она ей говорит, ну езжай с ним в деревню, раз он понравился. Вот надо как. А теперь обетами связали, монахи женятся, детей заводят. Нет, 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 не так. Можно жить всегда. И даже за Христом пошла Филомена. Без брака святая. Сказала, мой Христос жених. Ее убили за это. И другие, которые просто дружили друг с другом, не имея детей. Были такие примеры в жития святых. Вы же знаете. Сегодня самое лучшее это дружить. Не нужно никаких семей в этом поганом мире. Вы меня простите. Как бы серьезно. Я об этом постоянно говорю. Павел говорит, хорошо оставаться как я. Если женитесь, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Но никаких монастырей-то не было. Это выдумка. Ты не женись один. Иди для Бога трудись. Я знаю таких людей. Я так и хочу. Вот так. Монастыри нужны. Еще раз повторяю. Они нужны. Никаких обетов. Готовят миссионеров. По всему миру. По два человека, чтобы шли и проповедовали. Мне написали от Лонгина. Вот знаешь, фильм «Форпост». Там на границе с Румынией. Ну и им понравилось у меня. Я написал, вы распустите монастырь-то. Пусть останутся старые, с ребятишками водятся. Что тут делать? Они знают румынский, знают украинский, белорусский. Там всякие эти монахи есть. Идите в свои страны и проповедуйте. Идите. Здоровые, крепкие. Семь храмов построили, уже десятый строят. Он никому не нужен. Двести храмов в Москве построить патриархское. Кому не нужны ваши храмы? Вы храм Бога Живого. А он пустой. Дом ваш пуст. Он будет разрушен. Все, Владимир, с Богом. Спасибо, Господи. Грай тихо. Аллилуйя. Православный бой. Понимаете, как у вас написано? Православный бой. Вот это бой. Бой с нечистотой. Бой со всем, что против Евангелия идет. Евангельский путь предполагает исполнение Евангелия. Любовь. А кто любит меня, Господь, говорит, не сказал монашеские заповеди, а соблюдите слова мои. Докажи, что ты его любишь. А их надо знать, их надо учить. Не дворкинскую отраву пить, а Христовую любовь в Духе Святом. Дух Святой подскажет тебе. Так что сидите на месте. Никаких выдумок ходить по стране не надо. Трудись там, где есть. Где родился, там пригодился. Работать надо физически, на работу. Понял. Интересно. Спасибо, Господи. Надежда, я работал. И внезапно там, ну, утепление окна. И нахожу костюм, совершенно новый костюм. И главное, костюм этот, смотри. И рода войск какой, ракетный, я в них служил. Совершенно новый костюм. Приверченный шурупами для утепления окна, где никогда не было никаких военных. Я в этом вижу знамение какое-то. Мы воины Христовы. Господь напоминает. Он дает звание. А у меня воинское звание сержант. Значит, я тоже дослужился. С Богом. С Богом. До свидания. Спасибо, Господи. Когда думаете прийти, заранее напишите только, буду я здесь или нет. В смысле, в Потеряевку? Нет. Здесь, когда, вот сюда, это, в скайп войти. Потеряевку забудьте даже. Не поминайте. Не вздумайте, придумайте идти или что-то. Вас никто не примет. До свидания. Всего доброго. Давай. Вот так.